Знакомилась я с этой пьесой три года назад, когда Ира еще жила в Бостоне и написала ей, что мне понравилась ваша пьеса, вот давайте мы с вами дружим, и мы задружились. И вот, на наше счастье, Ира приехала жить к нам. Хочу вас немножко ввести в курс дела. Это не столько репетиция, сколько так называемый стейч-ридинг. Сейчас очень популярно проводить чтение на сцене. Работать будем все вместе. Будут работать артисты нашего театра «Эксперимент». Вот они, красавцы мои. Все поприветствуйте их, пожалуйста. И от вас тоже, наверное, мы хотим какой-то такой работы, потому что мы хотим услышать от вас мнение, что вы поняли, что вы не поняли. Перед тем, как мы начнем чтение, мы хотим показать вам такой этюд. Мы работали над этой пьесой, не начинали сразу со слов, не учили слова, не учили буквы, а пытались понять атмосферу. Работали этюдным методом. И вот придумали, что из этого получилось. Продолжение следует... 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 Еще он распознает. А для чего вам это дерево? А для совести. Совесть надо иметь. Здесь тоже. И это все? Может и не все. Я здесь недавно, до этого был при детях-сиротах, но проштрафился. Проштрафился? Это как? Это как? Да, повторил анекдот. Одна сирота рассказала, а я другой повторил. А та донесла. Бедное дитя. Бедное дитя. Бедное дитя. Какой хороший ангельчик. Какой анекдот? А, анекдот про души. Она ему говорит, а до души ты моей так и не дошел. Бедное дитя. Проказник. Аличка ангельская. Да кыш вы со своими анекдотами. Скажи лучше, что нам тут делать под этим единственным экземпляром. И почему нас только трое? И почему нас только трое? Где все остальные? Я видела, там была вечная, бесконечная цель. Я ничего не знаю. Я здесь недавно и на маленькой должности. Распоряжается он. Мне приказано, я привел. А что здесь делать? Ждать? Ждать. А что же еще? Ждать? Тут время немеряное. Нужно его... Как это? Забыл. Слово такое развесистое. Пройти. Препроводить. Провести. Структурировать. Время нужно структурировать. Это нам на тренинге рассказали. Мне понравилось такое большое культурное слово. Пардон, малыш. Для чего структурировать? Мальчик, ангельчик. Ты на каком языке говоришь? Не может ли это по-русски? Так чего нам ждать, пацан? Погодите. Сейчас взгляну в инструкцию. Достает чистую бумагу, переворачивает. Ничего не написано. Просто ждать. Может, ты устную инструкцию получил? Сказано было. Провести вас под дерево истинной лжи и оставить ждать. Да чего ждать? Или кого? Конечно, мужчину. Только какого? Вы все про мужчин. Его нужно ждать. Страшного суда надо ждать. А разве еще не было суда? Так, мы где с вами? Разве не в раю? Эй, пацан, мы в раю? В раю! А, ад! Здесь есть ад? Ну или хотя бы чистилище? Не слыхал про таких. Говорю же, что я здесь недавно. Слышите? Ада нет и чистилища нет. Для всех один рай. Как же здесь все тут помещаются? И где? Наверное, все в разных камерах. Однако здесь довольно просторно. Я-то думала, что будет теснота. Перенаселенность, как в коммунальной квартире. Что такое коммунальная квартира? Не важно. Вы думали, мадам, что рай перенаселен? Рай? Я как раз про рай не думала. Бросила 11 таблеток намбутала в стакан. И здравствуй, смерть! Так вы отравились? Не важно. Как видите, я все равно в раю. Господи! С кем ты меня соединил? Это женщина-самоубийца. Я пошел. У меня сейчас урок игры на арфе. Только вы здесь не сорите. А то с меня спросят. Не сорите? Чем сорить-то? Голые боссы, раздетые до души. А какой у вас симпатичный чапчик. А мне, да, чудовищного размера. Словно это не я, а Маяковский. У Володи должен быть где-то тут. И Оси, и Саша, и Рома, и Витя, и Виталик, и Вася. Да все они где-то рядом. Да и умитесь вы, наконец. А вас, мадам, я знаю. Еще по Петербургу. Вы пели в Мариинском театре. Я была на всех ваших спектаклях. Вам понравилось? Как вам сказать? Мне, как женщине, больше нравился Рубини. Восхитительный тенор. А какая внешность? Представьте, смотреть спектакль мне очень мешал Тургенев. Он был тогда совсем без денег. Нахально захватил нашу с Планаевым ложу, садился впереди, и его спина загораживала мне сцену. А громкие выкрепки и хлопки мешали слушать. В Сомнамбуле меня вызывали 15 раз. Петербургская публика принимала меня по-царски. Святые подношения, бесконечные овации. Я была навсегда испорчена петербургским приемом. Но еда, еда была отвратительная. Помню, я спасалась гомеопатическим средством, чтобы хоть немного наладить пищеварение. Русская еда самая здоровая. Ваш компатриот Дюма бывал у меня в гостях, и за раз съедал куриный бульон, бутвинью, растягаясь с рыбой, грибы в сметане, блины с маслом, баранью ногу и три вида десерта. Ничего с ним не случалось. А вот когда наш поэт Афанасий Фед побывал во Франции, он не жаловался, что после обеда в одном французском семействе остался совершенно голоден и вынужден был продолжить обед при вокзальном буфете. Да, я плохо его накормила. Он был чудовищно прожорлив. Поэт с таким брюхом... Показывает. Это беременная женщина, а не поэт. Почему вы говорите? Это Авдотья Панаева. В своей мемории она пишет о вас и о Тургеневе. С такой н, что в вашем месте я не хочу общаться с ней. Что вы с ней разговариваете? Это Авдотья Панаева в своих записках она с такой нелостью пишет о вас и о Тургеневе, что я бы на вашем месте с ней не общалась. Да, я с ней немножко знакома. Она была у нас с русским поэтом, другом Ивана, некрасивым. Я понимаю по-французски, так чтобы не было недоразумений. И не думайте, что я не поняла вашего злословия на мой счет. А Тургенева я действительно не терпела. Он плохо влиял на Некраса. Борчук, избалованный маменькой. Вы, мадам, должны были хорошо изучить этот капризный и вздорный характер. Не судите? Не судите, да не судимы будете. Он тяжело умирал. Держался на морске, не призывал смерть, грязанил мир. Ему казалось, что это вот так вот ассирийские солдаты, что он понимает, что он не видит. Он сходил с ума, не вводя в отчаянии всех вопросов. Однажды вы попросили, чтобы я был в небо его восток. Мне было не до смеха. А я заставил себя влогнуться. Вы такой большой, тяжелый, дорогой Тургенев. К тому же, что я не смогу вас поднять. К тому же, это вам победит. А Некрасов умирал без меня. С ним сидела Зина. Барышня взяла примы из заведения. Звалась Фекла. С этой Феклой он обвечался перед самой смертью. Звал Зин. Она даже удивительна. Почувствовала себя его законной женой. И, должно быть, благодарность от его постели не отходила до самого конца. Мучительный у него был конец. Зине этой он умирающей стихи посвятил. Трогательные. Зина, закрой утомленные очи. Зина, усни. Володя застрелился, когда меня не отходил. Без меня ему всегда было худо. А в тот раз, видно, мистер Пива. И помочь ему было некому. Если бы я знала. Слышите, птицы. Райские, да? Среди пения птиц слышится лай и повизгивание. Ой, кто это? Похоже на скотика. Он точно так повизгивал, когда хотел приласкаться. Выбегает черный щенок. Скотик, это ты? Откуда? Точно скотик? Или не он? Нет, кажется, не он. За скотиком бежит мальчик-ангел с маленькой арфой. Эй, пацан, откуда здесь собачка? У них в животном районе сейчас перепись, он, видно, отбился. Так у животных есть свой рай, значит, и душа есть. А вы сомневались. У скотика есть, безусловно. Но, кажется, это не скотик. А хотите, я вам сыграю? Я уже кое-что умею. Играет Чижика. Дитя, мой сын в вашем возрасте уже был виртуозом. Тургенев подарил ему нашему полю скрипку с традиварием. Что вы играете? Это так примитивно, особенно здесь, в этом божественном месте. Берет у мальчика арфу, садится, начинает перебирать струны, затем напевает. О, сладкий голос, темный дуб, прямо как у поэта Лермонтова. Это красиво, согласно, но архаично. Одно и то же надоедает. Даже красота. Пойте, не слушайте ее. Как хорошо. Вы так не пели там, тогда. Может быть, здесь место такое? Становишься сентиментальной. Дайте мне мою арфу. Забирай эту Полину арфу. Я теперь нескоро приду. Меня кинули к зверям на перепись. Свистит. Айда, митвистик. Уходит. Молчание. Все замолкает. Даже пение птиц. Все так же светло. А я бы хотела, чтобы наступил вечер, чтобы время как-то двигалось, а то этот рай для меня слишком скучный. Никого. Ни одной души, кроме нас. Даже птиц не слышно. И так будет всегда? Бесконечно? Мы будем сидеть здесь и ждать? Кого? Чего? Никто не объяснит. И это называется рай? Послушайте, а вы не желаете развлечься? Молчание. Я к вам, я к вам. Я хочу вас развлечь. Иначе тишина начинает действовать мне на нервы. Эх, под рукой нет никакого тряпья, да, одна голая душа. Вот хотите перышками прикрыться? Подбирает перья под деревом. И что-нибудь грохочущее, что-нибудь, какой-нибудь димбан, кастаньеты, барабан. Ничего нет. Помогите! Это же не трудно. Повторяйте за мной. Лиля Брик Лиля Брик Лиля Брик Я попробую с тихами. Кто идет, раздался крик? Лиля Брик Знают мальчик и старик? Лилю Брик Лили-ли-ли да это лик? Лили Брик Сотни нежных береник? Лиля Брик Женщина среди колик? Лиля Брик Где ваш колодский полик? Лиля Брик Вы виновны без улик? Лиля Брик Капля крови черновик? Лиля Брик Вы коварство материк? Лиля Брик Потешается остряк? Лиля Брик Этот, тот, червяк, проник? Лиля Брик Вы отравленный родник? Лиля Брик Вы проказа, вы доник? Лиля Брик Нет, вы дьявола двойник? Лиля Брик Вы не райский лицветник? Лиля Брик Вы свободный краткий миг? Лиля Брик Солнцу луч в свой щель проник? Лиля Брик Потушите свой ночник? Лиля Брик Ада нет, а рай парник? Лиля Брик Ну как? Самовосхваление Вы полны собой И почему рай пикник? Парник Здесь нормальная средняя температура Я, кажется, поняла, почему мы здесь втроем Нас любили поэты И у нас были мужья И я знаю, кого мы здесь ждем Мы будем ждать их А Гдотья Панаева и Лиля Брик Смотрят на нее с недоумением Сцена вторая Рай Все то же И все те же Сколько времени? Здесь нет времени Постоянно светло Постоянно одна и та же температура Вы как думаете Какое это время года? Весна? Но не ранее Такая погода бывает в Италии в мае Самые лучезарные дни Мы были там с Некрасом Как раз в мае Почему никого нет? И где этот мальчик с крыльями? И где котик Мефистик? Да зачем вам они? Ну чего вам не хватает? Мне? Мне жизни не хватает Мне хочется что-то делать О чем-то думать На что-то надеяться Чего-то ждать Глупышка Мы и так ждем Кого? Их Наших мужей И возлюбленных Ха-ха-ха Вы сошли с ума На свой французский лад Да неужели вы будете ждать сразу всех И своих мужей И своих возлюбленных? Одного выберите Одного У вас-то без сомнения есть Из кого выбрать Это Мадам Виардо Рай А не что-то другое Здесь одной женской душе Должна соответствовать Одна мужская Как только одна? Господи, с кем ты меня поселил В этом райском месте? Да бросьте Вы же тоже не святая Госпожа Панаева Как я понимаю У вас было одновременно два мужа Один, чью фамилию вы носите И другой поэт Некрасов Помогавший вам пробиваться На литературном поприще Что? Что вы сказали? Да как у вас совести хватает? Мальчик Мальчик, англичек Переселите меня от них Я здесь страдаю Словно воду Успокойтесь, мадам Вы были несправедливы ко мне И тогда, и сейчас Но я не держу на вас зла Успокойтесь Полина рыдает У Виардо на груди Гектор Берлиос говорил Что моя миссия Успокаивать раненые души Это так Это так Это так Когда русские ссорятся Кажется, еще немного И они убьют друг друга Когда к нам в Куртовей Приехал Афанасфет Вы о нем упоминали Мадам Панаева Они с Тульиевым Уединились в кабинете Оттуда сразу Начали раздаваться громкие крики Когда крик достиг Своего апогея Все неожиданно смолкло Мы с Луи переглянулись Было похоже, что там В кабинете Свершилось убийство Потом Иван со смехом Мне рассказывал Что в эту минуту Он рухнул перед Афанасом На колени Умоляя огнять Какой-то философской доктрине Успокойтесь Улыбнитесь Мадам Панаева Она сказала Что у меня было два мужа И что Некрасов Помогал мне пробиться в печать Наверное, поэтому Я ушла к нему От Панаева, да? Мадам Панаева Нам троим Нужно найти способ Мирного существования Друг с другом Иначе Иначе жизнь Здесь будет напоминать То самое место О котором вы упомянули Вы не хотите Для облегчения сердца Встать вон под то дерево И рассказать Кого же вы любили Из этих двоих Или был кто-то третий Рассказать Кому рассказать? Нам 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 Мне вот И ей Зачем? Для облегчения сердца Ну уж нет Я не наист Виде А вы Не святые отцы Она И в своих Так называемых Воспоминаниях Ничего про себя Не рассказала Только поливала На все лады Вашего Тургенева А временами и вас А это не ваше дело Лиля Брик Кокотка Вы плащедная Бросается друг на друга С кулаками Ай-ай Дамы Так нельзя Ничего не поделаешь Придется мне Выйти на сцену Соловей мой Соловей Голосистый Соловей Терпеть не могу Алябь его и прочую Сладкую гадость В красивой упаковочке Ах нет Ведь я не рискну Ни соловья Ни другое Я уже давно Не в голосе На концертах В Москве В Петербурге Соловей Производил фурор Говорили Что у меня Нет ни малейшего Акцента Хотя вы правы Мадам Брик Этот романс Как погремушка Для ребенка Много шума И больше ничего Но как и погремушка Привлекает внимание Я пожалуй Прочту из Катула Из любимого мною Гая Валерия Катула Там тоже про птицу Но про другую Становится под деревом И читает Плачь, Венера И вы, утехи, плачьте Плачьте Все, кто имеет В сердце нежность Бедный птенчик Погиб моей подружки Бедный птенчик Любовь моей подружки Милых глаз Ее он был Ей дороже Слаще меда Он был И знал Хозяйку Как родимую мать Дочурка знает Он с колен Не слетал Хозяйке милой Для нее Лишь он одной Чирикал сладко То сюда То туда Порхал Играя А теперь Он идет Тропой туманной В край ужасный Откуда нет возврата Будь же проклята Ты обитель ночи Орг Прекрасная Все губище Жадно Ты воробушка Чудного похитил О злодейство Увы Несчастный птенчик Ты виной Что от слез Соленых горьких Покраснели И вспухли Милые глазки Бедный птенчик И бедняга Катула Он был Однолюбом А его Лезвие Любило разных Мужчин Стойте А сколько У вас было Любовников Я должна Отвечать Да И желательно Правду Два Один Тургенев Да А имени второго Я не назову Он был большой музыкант Но мелкий И коварный человек Он предал меня Да кого же вы ждете Их всех Всех Его тоже Временами даже больше Чем верных мне Ивана и Луи Я не уверена Что он придет У него после меня Было много женщин Он был два раза женат Он был Моей единственной Любовью Слышны рыдания Авдотья Панаева Давится слезами Что вы так Расчувствовались Господа Панаева Вас так Проняло Незнание Мадам Виардо Спасибо Мадам Вы прочитали Стихи С такой болью Так Красиво И трогательно Я словно Увидела этого птенчика У меня тоже был птенчик Крошечный птенец Ему уже дали имя Ваня Я не понимаю Почему он так дал Он не должен был умереть В четыре месяца Ну разве это справедливо Господи Да это не справедливо Он не должен был умереть Рыдает Сцена третья Рай То же и те же Авдотья Панаева Под деревом Что-то собирает Что она делает Собирает цветы Она поет Или мне слышится Что-то такое заунывное Оставьте ее Займитесь собой Чем? Собой? Здесь нет ни нарядов Ни зеркал Ни пудры Ни румян Ни чая Ни пирожных Вам не хочется выпить чаю? Или кофе? Даже в революции Мы пили чай Правда морковный Вы скажете Здесь место для души А не для тела Но моей душе Нужна помада И нужен кофе Для радости Для полета Ну пусть их нет Но тогда где книги? Где книги? Я молчу уже Про кино Про театр Про картины Но скажите мне Где книги? Почему здесь их нет? А музыка? А радость? Вот скажите Вы чувствуете радость? Тогда разве это рай? Мне он больше Напоминает тюрьму Думайте о вечно Я, например, вспоминую эпизоды своей жизни Свои концерты в Брюсселе, Париже, Берлине А Санкт-Петербург? Если бы еще ни холод, ни ужасная еда Ни надоедливые мужланы, поклонники Ни промозглые апартаменты Милый Дургенев Какой он был представительный в 25 лет Одет франтом Сюрдук с золочеными пуговицами Высокий На две головы выше Луи Поль очень похож на него Я всегда боялась Что Луи заметит это сходство Как вы жили, мадам, с вашим сухим Недалеким, вечно блюжащим мужем? Не трогайте Луи Он умел внушить к себе уважение Покажите мне француза Верного жене Таких должны выставлять в музеях Таким был Луи Расчетливый хозяин Любивший меня до последнего дня И веривший мне, как и себе Луи с ним у меня не было проблем Ох, я умела ладить со всеми Даже с его скучными сестрицами Хотя один вид Берты вызывал у меня тошноту Но я держалась Держалась Ради семьи Ради наших четырех детей Мое имя было безупречно Никто не мог указать на меня пальцем Среди парижских девиц-куртизанок Такой случай, редкость И Луи был доволен Был доволен А Тургенев? О, Тургенев дал мне страшную кляпу Что никогда, никогда Ни в письме к хорошему другу Ни в приватной беседе с близким человеком Он не выдаст тайну нашей с ним любви Пусть жалуется, клянет мою неприступность Хандрит, только не выдает нашу с ним тайну Он оказался настоящим мужчиной Он сдержал клятву Как это скучно, мадам Клятвы, тайны, обещания Вечная любовь Мне хочется убежать отсюда Мне здесь не нравится И ждать здесь мне некого Как? Вы назвали столько имен Саша, Рома У них у всех были свои жены Даже у Осипа Брика Даже у Оси, человека, которого я полюбила Девочкой-подростком Который стал потом моим мужем Любимым мужем Даже у него была своя жена Своя женщина Другая А поэт? Что скажете, а поэт? О, Володя меня любил Он в своей прощальной записке Написанной перед выстрелом Меня просил Лиля, люби меня Знал, что разлюбила И просила любви Но знаете, мадам Если на секунду подумать Что Володя Если на секунду подумать Что Володя будет со мной вечно И никуда от этого От его тяжелой, неутолимой Безразмерной, мрачной И ревнивой любви не денешься Да хочется быть так Как скотик подвывал на луну Подходит Абзотя Панаева С букетиком полевых цветов Качает их, как колыбель Эти одуванчики На могилу Ванечки А цветочки и прочие Для душинки дочери Добрые люди Послушайте меня У нее была дочь Была От второго мужа Он был младше на 10 лет Аполлон Головачев А дочь тоже Абдотия И тоже писательница Кому не люба Не слушайте Все мои ненавистники Пусть не слушают Нет-нет, мы вас слушаем Или Брик скрывается за деревом Люди добрые Мой отец был артист Императорских театров По фамилии Григорьев По сцене Брянска Я вышла замуж За Ивана Ивановича Панаева И стала Панаевым После Панаева Я вышла замуж За Аполлона Филипповича Головачева И стала Панаевой Головачевой Хватайся за голову О чем это я? Панаева Головачева Ах, да Некрасова я не была Некрасов женился на Фекле Викторовой И она стала Зинаидой Николаевной Некрасовой А я Сквозь слезы Я уже не молодая В сорок шесть лет В браке с Головачевым Родила доченьку Дуняшку Дусю Мою душеньку Родила она зло всему свету И главное на зло ему Некрасову Вы думаете У меня не вспоминал? Забыл? Да я каждую ночь ему снилась Каждую ночь За три года до смерти Когда уже у него Фекла была Что он писал? Бьется сердце беспокойное Оттуманились глаза Дуновение страсти знойное Налетело, как гроза Вспоминаю очи ясные Дальней странницы моей Повторяю станцы страстные Что сложил когда-то ей Я зову ее желанную Улетим с тобою вновь В ту страну обетованную Где венчала нас любовь Розы там цветут душистые Там лазурь на берега Небеса Соловьи там голосистые Густолиственные леса Густолиственные леса Это он про Италию Он в первый раз увидел ее со мной В лучезарное было время Май, розы А здесь одуванчики, лютики Это для Ванечки А это для душеньки Когда Ваня умер Некрасов приехал, посмотрел И ушел А я осталась Ванаев сказал Давай Ду не уедем Нету моих сил оставаться В этом проклятом Петербурге А ведь правда Какие силы нужны Все на тебя смотрятся, смешкой Пальцем показывают За спиной хохочут Ты чья жена, а? Панаева или Некрасова? Проводит рукой по лицу Что, что вы сказали? Я? Я в доте Панаева-Головачева И при чем тут Некрасов Я не знаю И почему осталась жива Когда Ванечка умер Тоже не знаю Господи, да почему ты тогда Не взяла меня к себе? Цветы падают из рук Садится на землю И беззвучно рыдает Мадам Брик Где вы, мадам Брик? Появляется Лили Брик С веткой в руках На ней красные ягоды Хотела убежать Но отсюда не убежишь Это отчерченный круг Все время возвращаешься обратно За деревом куст красными ягодами Хотите попробовать? Бог с вами Они могут быть ядовитыми Они очень похожи на волчьи ягоды Да? Вы так думаете? Показывает Навдотью Панаева Почему она рыдает? Мне кажется, она сходит с ума Лили Брик берет ягоды в рот Как вы думаете? За раем что-нибудь есть? Что-нибудь другое? Не такое постное? Что вы, мадам Брик? Побойтесь Бога Что вы делаете? Они не глотаются Я не могу их глотать Проглотить Они не глотаются Выплевывает ягоды Бросает ветку на землю Неужели это навечно? День за днем Вот так вот год за годом Столетие за столетие Начинают петь птицы Звук арфы Появляется мальчик-ангел А я с инспекцией У вас все в порядке? Видит брошенную ветку И цветы на земле Эх, я же говорил Не сорите А вы накидали Теперь подбирай за вами Ангельчик Как хорошо, малыш Что ты пришел Подумаешь Разве трудно Прибрать за тремя Симпатичными Женскими душами Мы соскучились По тебе, пацан За занавес Аплодисменты 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 Аплодисменты